Водителям транспорта Верхней Волжье рассказали и наглядно показали, что нужно делать, если на остановке ждет маломобильный пассажир. А именно, как слаженно и максимально быстро оказать помощь при посадке и высадке человека, передвигающегося на инвалидном кресле. Также депутат Тверской городской думы Светлана Козлова, которая на себе испытала все плюсы и минусы новых низкопольных автобусов, поделилась мнением, что нужно учитывать и на что обращать внимание. Новые синие автобусы транспорта Верхней Волжье оборудованы складными трапами – аппарелями. Они предназначены для заезда в салон пассажиров в инвалидном кресле. Конструкция работает просто, нужно потянуть за ручку и она раскладывается. Выполнять это действие должен водитель. Для вызова его на помощь есть специальная кнопка на борту. Вот она располагается у нас по центру входа. Но здесь два варианта, потому что не каждый человек на коляске может подъехать и в какой-то угол. Второй вариант – внимательность водителя. Учитывая, что кнопка не всегда доступна маломобильного пассажира, можно приметить заранее. Чтобы помочь ему сесть в салон, водитель должен включить аварийку и разложить аппарель. Водитель Денис Филимонов рассказывает, что таких пассажиров не так уж и много, но ездить они стали чаще. Бывает. Особенно в центре города. Я не один раз сталкивался с посадкой, высадкой пассажиров маломобильных. Также, в принципе, мы применяем это, когда ездят родители с колясками. Светлана Козлова рассказала, на низкопольном автобусе передвигаться комфортно. Для маломобильных жителей это возможность чаще выбираться из дома. Также удобно оплачивать и проезд. Например, наличными водителю при посадке, через валидаторы, если получится дотянуться, или через QR-код. А сообщить о выходе еще проще. Есть кнопка «Связь водитель-пассажир». Перед остановочкой вы на нее нажимаете. Я вижу, что идет вызов. Я выхожу, открываю аппарат. Чтобы процедуру посадки и высадки маломобильных пассажиров свести к минимуму, водители автобусов будут инструктировать, как правильно действовать, если в автобус садится человек на коляске. Депутат Светлана Козлова, которая сталкивается с этой проблемой постоянно, указала на все тонкости, которые зачастую незаметны. Периодически возникает проблема, когда водитель, допустим, не выходит по различным причинам, не может открыть аппарель. Поэтому именно для этого мы сегодня снимаем такой видеоролик, инструктаж, который будет транслироваться водителям, для того, чтобы они понимали, что необходимо делать, как оказать помощь. С 1 февраля всех водителей в рамках ежегодной 20-часовой программы будут инструктировать в таких вопросах, как безопасность дорожного движения, оказание первой медицинской помощи и дополнительной помощи маломобильным пассажирам. Реагировать на все электронные системы автобуса, когда маломобильное население, нажимая на требование остановить или оказать ему какую-то помощь. Безусловно, на процесс посадки маломобильного пассажира приходится затратить больше времени. Потому пассажиров просят отнестись с пониманием, что автобус постоит на остановке несколько дольше обычного.